МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов и властолюбцев, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Один из самых популярных блогеров страны, Александр Горбунов, у меня сегодня в гостях. Так, по этому обстоятельству, Саша, я чрезвычайно рад. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. Он блюл инкогнито в социальных сетях на протяжении целых пяти лет. Впервые пользователь с ником «Сталин Гулаг» появился в Твиттере в 2013 году. За три года число его подписчиков выросло до 400 тысяч, после чего «Сталин Гулаг» завел телеграм-канал, который тоже вскоре завоевал огромную популярность. Еще в 2017 году Алексей Навальный назвал анонима скрывающегося под ником «Сталин Гулаг» главным политическим колумнистом страны. На май этого года аудитория его блога в Твиттере перевалила за миллион. Вконтакте у него больше 430 тысяч подписчиков, а телеграм-канал «Сталин Гулаг» самый популярный среди политических каналов и стабильно входит в тройку самых популярных вообще. Но с некоторых пор мы знаем, кто скрывается за этим звонким иголким, как удар гонга на ринге, псевдонимом. Год с небольшим назад его 26-летний автор был расшифрован неизвестно какого беса ради журналистами РБК, посчитавшими это, видимо, большим профессиональным достижением. Чего тут больше в этом достижении – недоумия или злого умысла и подлости? На этот вопрос могут ответить только те самые журналисты. Ведь Александр Горбунов сознательно лелеял свою анонимность. Ему не нужна была публичность, ему нужно было всего лишь высказывать свои актуальные и здравые мысли о том, как он любит выражаться, куда все катится. И маска была ему необходима из соображений безопасности. Я уже не говорю о том, что раскрытие псевдонимов, помимо воли автора, – приемчик из сталинских времен. А Горбунов еще и слишком беззащитный человек, как выяснилось, когда он сам вынужден был совершить деанон, раскрыть свою личность. К тому моменту, фактически, по наводке расследователей РБК, спецслужбы уже нагрянули к его родителям в Махачкале и его братьям в Москве, и Саша пошел на деанон, чтобы отвратить от них дальнейшие неприятности. Он, конечно, беззащитный в смысле физического своего здоровья человек, но в этом слабом теле живет сильная воля, не говоря уже о замечательном интеллекте. Вынужденный снять маску, он не только не избавил критический свой тон в отношении власти. Сталин ГУЛАГ зазвучал в сетях лишь громче, и теперь уже и нагляднее, запустив в июне этого года канал на YouTube, а с сентября начав делать очень живое и остроумное видео-шоу на колесах. Ну а вот теперь Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, он же Саня из Дагестана, и в студии культа личности, и мы с ним выясняем, куда же все катится. Знаете, хочу так сразу взять быка за рога. Жизнь людей с ограниченными физическими возможностями в России чрезвычайно трудная. Даже не нужно как бы это утверждение аргументировать. Вот как вы, родившись в, насколько я знаю, не какой-то сверхобеспеченной семье, то есть не обладая никакими особенными стартовыми возможностями, сумели свою жизнь, свое существование обеспечить нормально, материально, в бытовом смысле слова. Ну, наверное, мне просто повезло. Потому что... Да, ну знаете, что жизнь, конечно, в России у всех непростая. Конечно, я понимаю. Дело в том, что у меня такой подход в жизни, что я ее воспринимаю как данность. То есть я смотрю на то, какие возможности у меня есть, и думаю, как эти возможности я могу реализовывать. В то время единственная возможность... Ну, сейчас у меня было именно начать как-то зарабатывать в интернете, используя интернета и новых технологий. И таким там тернистым путем я, соответственно, стал... Как и тернистым? Да. Заниматься трейдингом. Ну, торговлей на бирже. Ну, и так, соответственно, там все у меня получилось. Но я знаю, я читал, что вы работать стали чуть ли не с 13 лет, потому что... Отец, единственный кормилец, заболел. То есть все тут... Ну, да, это, безусловно, было так, поскольку... И мне хотелось работать, поскольку... Я прекрасно понимал, что у меня были всегда какие-то желания, и для того, чтобы это желание было воплощать, нужна какая-то материальная для этого база. Ну, и поэтому я начал искать доступные мне тогда способы какого-то заработка. Ну, я знаю, что еще был, кажется, до трейдинга или параллельно был онлайн-покер. Да. И были спортивные всякие... Да, поэтому я говорю, что это такой тернистый путь, потому что, в принципе, это все взаимосвязанные вещи, и в них вы так и так работаете с вероятностью и с риском. То есть вы не знаете... Вы не знаете будущее, но зато вы прекрасно знаете, что вы можете потерять и как вы можете себя вести в момент потери. То есть это, в принципе, приучает к тому, что не все бывает гладко и хорошо. А вы вообще азартный человек? Нет, нет, кстати говоря, вот это мне не близко. И, наверное, это тоже один из таких факторов, почему у меня, в принципе, все получилось с трейдингом, поскольку он на меня никак не будораживает кровь и никак на меня не оказывает никакого азартного влияния. Ну, тем более онлайн-покер, да? Да, тем более онлайн-покер. Я к нему подходил исключительно как к такому ремеслу. Вдруг у меня вылетело из головы слово, которое называется вот эта вот такая болезненная привязанность к игре лудо... Лудомания. Лудомания. Хотел сказать людоедство, но нет. Ну, это схоже. Лудомания. Ну, это совершенно... К счастью, да, к счастью. Это совершенно... Ну, потому что это... Если вы знаете, если у вас есть какая-то тяга, то вы, соответственно, уже и не можете холоднокровно подходить к процессу. Ну, конечно, рассчитывать все точно, да. А тут нужно понимать, что ключ к успеху это в том, что в какой-то момент нужно просто остановиться. Да, и все. Главный закон игры, который... Да, да. В общем, этим вот самым... Это как старый анекдот, что бил отец не за то, что проигрывал, а за то, что пытался отыграться. Точно. А вот в том, чем вы занимаетесь, ну, и вот это вот прошлое, ставки спортивные, онлайн-покер и трейдинг, вот здесь элемент везения играет какую-то роль? Я вообще считаю, что элемент везения играет большую роль в целом жизни. Да, поскольку я не сторонник такого мнения о том, что все зависит исключительно от способностей человека. Да. Да, это, ну, это очень... Это, конечно, очень приятная теория, поскольку когда... Особенно, когда у тебя все получается, ты можешь прекрасно говорить о том, да, у меня все получается, потому что я такой там умный, расчетливый, хороший, добрый. Да, а вот у другого не получается, потому что он там глупый, ленивый и не целеустремленный. Ну, к сожалению, это не всегда так. Иногда бывает так, что человек и целеустремленный, и работоспособный, и умный, но что-то не складывается, и есть такой элемент удачи, поскольку тут есть такой важный факт, что нужно заняться в нужное время, в нужном месте, найти именно в тот момент определенные знания, и, конечно же, это все является удачей. Поэтому я не сторонник того, чтобы все приписывать именно за то, что за какие-то свои личные заслуги. С другой стороны, конечно, важно дать должное, что если ничего не делать, то, конечно, удача тогда вам... Вы просто не сможете ей воспользоваться, когда она к вам обернется. Ну, во-первых, обернется, а во-вторых, как-то что-то делаешь, ты притягиваешь ее. Да, да, нет, безусловно, притягиваешь, и тут еще важно понимать, что когда ты чем-то занимаешься постоянно, чем-то совершенствуешься, то тогда у тебя открываются новые горизонты, ты видишь новые возможности и какие-то новые вещи, которыми ты мог бы заняться. Ну, даже вот простой пример. Мы говорим, как из онлайн-покера я пошел в трейл. Поскольку я просто начал углубленно его изучать, понимать, а потом мне случайно попалась какая-то статья про биржу, я стал тоже много читать и понял, что это взаимоосвязанные вещи и, в принципе, такой логичный переход из одного в другое. А вообще вот чтение всей этой огромной литературы, в частности по трейдингу, по всем этим оперствам, оно как-то вообще помогает, или все-таки тут какие-то другие, вот в том числе всякие такие иррациональные какие-то мотивации, факторы? Вы знаете, чем прекрасен на самом деле трейдинг в том плане, что там нет правых людей и неправых. То есть там исключительно мы можем с вами думать совершенно противоположно и при этом заработать денег. Или мы можем с вами думать вполне одинаково, и при этом кто-то один заработает, а кто-то не заработает, потому что есть еще масса других мелких факторов, которые влияют на успех. То есть мы говорим именно про мой личный опыт, то есть что вот вся такая специальная литература по инвестициям, ее нужно прочитать для того, чтобы понять, что это все не работает и что вот то, что там говорится, то есть это все использовать в принципе не надо, и не обязательно. То есть это такой обратный эффект, но без того... То есть и для этого ее нужно прочитать? Для этого нужно прочитать, потому что если вы ее не прочитаете, тогда вы это до конца не поймете. Хотя я не исключаю, что есть люди, которые противоположные мнения, и тут как бы можно спорить до бесконечности. Ну а теперь, Саш, вот вы трейдер, были. Не, я истаетесь. Но я просто хочу обратиться в прошедшее время. Успешный. Деньги, как известно, любят тишину. Вот зачем при этом вполне успешном бизнесе вам понадобилось участие в благосфере, причем такое активное и по существу своему такое оппозиционное и критическое по отношению к тому, что происходит в стране, что делает в стране власть. Ведь бизнесмены, они становятся у нас публицистами, оппозиционерами и такими активными участниками социальных сетей, когда у них это самое, все рушится, как был случай там с Чичваркиным или с Михаилом Борисовичем Ходорковским. А до этого они совершенно, что называется, ни в какой публицистике силы свои пробовать не собираются. Вам зачем это понадобилось, коли у вас все в вашей жизни профессионально шло абсолютно ровно и благополучно? Ну, во-первых, конечно, мой масштаб Чичваркина и Ходорковского абсолютно не сопоставим. Да, это, конечно, некорректное сравнение. А, во-вторых, жизнь, она же не заканчивается исключительно только какими-то профессиональными успехами. И потом, несмотря на то, что вы, если, например, как-то научились сводить концы с концами именно, и дебет с кредитом у вас в конце месяца сходится, все же остальные проблемы, они остаются, начиная от того, что вы там не можете выйти со своего дома и куда-то поехать, и заканчивая абсолютно какой-то вопиющей несправедливостью, которая творится в стране, начиная от политических, уголовных дел, и заканчивая какими-то безумными и коррупционными схемами. Поэтому это, кстати, первый момент. Почему я начал, собственно говоря, писать? Во-первых, потому что я никогда себя не считал, и сейчас не считаю каким-то оппозиционным деятелем. Во-первых, я не оппозиционный деятель. Ну, в этом мы еще попытаемся разобраться. Да, в том плане, потому что я не говорю что-то такого, что может противоречить здравому смыслу. Разве я говорю, что, допустим, выборы должны быть честными, а суды должны быть справедливыми? Разве это оппозиционность? Но наши оппозиционные деятели говорят ровно то же самое. Они не говорят ничего противоречивого здравого смысла. Да, ну, нет, они так себя называют. Сказать наоборот? Все зависит от того, как... Самоидентификация. Да, да, самоидентифицируйте. Поэтому я, наоборот, считаю, что это абсолютно такая позиция человека, которому неравнодушна его страна, его общество, его народ, в котором он живет. Поэтому в этом нет ничего необычного. А необычного именно то, что многие люди пытаются подменить эти понятия. Они когда говорят, что если ты хочешь каких-то перемен, изменений в стране, то, соответственно, ты выступаешь как оппозиционер, как человек, который противник, как принято это считать, всего доброго, хорошего и вечного. Ну, это прежде всего традиция нашего государства. Я даже тут не возьму какое-то путинское государство. История такая. Человек, который критикует что-то в стране, он становится в глазах государства врагом государства. Правда ли? Да, абсолютно. Это вот такая вот наша, что называется, российская судьба. Да, ну потому что люди, наверное, которые именно в тот момент возглавляют это государство, они воспринимают критику своих должностей как личную. Поскольку они не ассоциируют с тем, что вот ту должность, которую они занимают, она временная. Что это просто, а не просто функция, а не конкретная личность. Но они все считают, что если они пришли, то значит они пришли навсегда. И поэтому это уже идет оскорбление лично их, а не того кресла, которое они занимают, а не той функции, которую они должны исполнять в рамках своих должностных обязанностей. С одной стороны лично их, тут тоже такой, какой-то такой, несколько шизофренический дуализм, а с другой стороны покушение на устои. Да, ну в том плане, что они подменяют собой эти даже устои и ассоциируют себя с ними. Плюс к этому, вот в том, что вы ввязались вот в такую, ну будем называть даже публицистикой, наверное, прежде всего, учитывая объем вашей деятельности, ее интенсивность и ее популярность, о чем мы еще поговорили. Плюс к этому это была еще, видимо, какая-то такая потребность самовыражения творческого, потому что вы же сказали, что все-таки трейдинг этого не дает в полной мере, не давал вам в полной мере. В том плане, да, мне просто захотелось где-то как-то высказываться. Я даже, я вам точно не могу сказать, как это все произошло. Мне кажется, это произошло все настолько плавно и медленно, что не было каких-то переломных моментов, когда я сказал, что вот, в принципе, я хочу писать на тему политики. Я вообще всегда в детстве, с детства был таким политизированным подростком или ребенком, даже смотрел какие-то телевизионные политические ток-шоу, еще даже тогда как, в то время, когда они шли на НТВ, то это там конец 90-х, мне было там 7-8 лет. Ух ты, какой родитель. Да, даже в то время как-то родители смотрели, ну и я как-то, мне тоже было это интересно. Поэтому это как-то произошло все как само собой разумеющееся. А родители, между прочим, такие политизированные люди, что называется в русской классике критического направления ума? Или они обыватели нормального смысла? Нет, их нельзя называть активистами, да, нет, они, безусловно, не активисты, но при этом всегда интересовались и следили за тем, что происходит в стране с критическим мышлением. Ну, в то время, ну, сейчас-то уже понятно, я вот имею в виду, именно там во времена моего детства и юности, и какую-то их там сугубо конкретную политическую направленность. То есть это, я думаю, не могу сказать. Скажите мне такую вещь, а в этом вашем, значит, выдвижении в благосферу и активном участии во всех возможных социальных сетях, вот в самом начале был какой-то коммерческий замысел? Вы планировали это как-то раскрутить, привлечь рекламу, капитализировать? Нет, то есть... Все-таки живой человек деловой? Нет, то есть я даже об этом туда не думал, поскольку я завел вообще изначально только твиттер, все начинало с твиттера, и там никогда не было, и до сих пор нет. Да, там уже не такой, не рекламоемкий. Да, и там никогда не было никаких рекламных историй, поэтому нет. Это было исключительно просто для души, для какого-то развлечения, просто, как говорится, для фана. Для фана. Для фана. Скажите мне, а как быстро пришел успех, и как вы думаете, чем вы в первую очередь вот этим успехом обязанности? Ну и потому что, ну, блогеров прул пруди, причем среди них есть масса каких-то, так сказать, известных людей с именем, которые именно надеются, что этот бренд их имени сыграет роль и в раскрутке их блогов, и, в общем, далеко не всегда это получается, а уж точно, что так, как получилось у вас, мало у кого получается. Во-первых, как быстро пришел успех, а во-вторых, как вы определяете, благодаря чему? Твиттер я завел в 2009 году, а по поводу того, почему пришел успех, я даже не могу сказать, можно это назвать успехом или нет. Ну как, сколько у вас сейчас там? Больше миллиона? Да, ну в четверг больше миллиона. Прямо скажем, не провал. Тоже нужно отдать должное какому-то фактору везения и удачи, потому что от него никуда нельзя деться. Я не могу точно сказать, почему все так получилось, но есть такое предположение, что на протяжении всего времени, когда я стал получать какую-то обратную связь от своих читателей, что на протяжении всего этого времени они мне пишут то, что ты в своих публикациях отражаешь то, о чем мы думаем, то, о чем мы говорим со своими знакомыми, друзьями, и, в принципе, ты как бы транслируешь те мысли, о которых мы думаем. Вот, в принципе, это то, что я могу сказать. То есть такой некий голос человека из народа. Ну да, примерно то, что мы с ними живем в одной стране, мы ходим по тем же самым улицам, я хожу, я испытываю все те же самые проблемы и переживания, которые испытывают люди в нашей стране, и это особенно очень ярко показала вся ситуация, когда у меня произошел Дэнон, и после этого мне тоже написали огромное количество моих читателей о том, что, оказывается, у нас были разные предположения, кто ведет ветер-аккаунт, может, там было несколько человек, может, они живут там не в России, может, еще что-то, оказывается, все действительно есть так, как ты пишешь, что действительно тоже сталкиваешься с теми же ситуациями, с которыми сталкиваемся мы, и у тебя все те же самые переживания, и тебя лично так же касается все то, что в нашей стране происходит. Вся та несправедливость и все те абсурдные вещи. То есть вы сублимировали что-то такое вот действительно и существенное, и очень такое многофакторное, что блогер с именем, он как бы всегда, так сказать, с ранее нажитым именем, он как бы всегда все-таки немного не может отделаться от того, что он немного вещает, немного произносит какой-то монолог, немного учит чему-то. Ну, в какой-то степени возможно. Вообще, в принципе, и, наверное, у меня также такая популярность может быть обусловлена с тем, что у нас есть какие-то проблемы именно в публицистике, поскольку порой у нас публицистика, это напоминает, знаете, такой диалог друг с другом, то есть такие перемигивания одних журналистов с другими, они посылают какие-то там знаки, какие-то там подтексты, и человек, который, в принципе, не глубоко следит за ситуацией, он просто с этой стороны, и он не понимает, что происходит. То есть поэтому с ним никто не общается, и поэтому он как бы не пытается врезать во все вот эти там фейсбучные дрязги и переживания. Я думаю, что вот сейчас мы к самому-самому и передвинулись к тому, что действительно вот очень часто эти какие-то идеологии, монологии в том же фейсбуке и так далее, они в этом сообществе каком-то, так сказать, и замкнутые, они как будто бы не летят с этой сцены в зал. Да, то есть человек, который не знает всю эту экосистему, который открывает и заходит в интернет по вечерам отдохнуть после работы, и у него нет ни сил, ни возможности, не может быть ни желания. Ну и правильно, потому что я считаю, что в принципе нормальный человек и не должен сильно погружаться в политику, поскольку он же все-таки нормальный человек. Он, во-первых, нормальный, а во-вторых, русский человек, он такой усталый приходит. Конечно, у него масса проблем, и вникать во все вот эти истории ему просто нет никакой возможности. Скажите мне, вот провокационное название, во-первых, как придумалось, а во-вторых, какую оно сыграло роль, и что вы в это вкладывали? Это больше такой, может быть, то и другое, но все-таки чего больше, тут троллинга или выражение некой позиции такой политической? Нет, тут все началось, конечно, как троллинг, в том плане, что это была достаточно, можно сказать, такая глупая шутка, но в том плане, что, допустим, станет ГУЛАГ, а при этом абсолютно такой именно по своей характеру и сути антиставинист вообще, человек, который не поддерживает и не разделяет те ценности и взгляды, которые там были при Советском Союзе, или те, которые там царят сейчас в нашей государственной повестке. И это мне казалось достаточно таким забавным. Ну, в принципе, у нас же все такое в стране, особенно в последнее время, это такое скоморошество и бутафория. У нас стране пытаются воссоздать нечто подобное Советского Союза, а получается какая-то такая непонятная карикатура, и, в принципе, можно сказать, что станет ГУЛАГ – это какое-то отражение того, что происходит сегодня. Хотя, когда вы начали и избрали этот ник, ведь тогда еще палата номер 6 по поводу соленизма не было. Нет, нет, тогда такого яркого и ярого его еще не было. Ну, мне кажется, он и будет все это еще дальше прогрессировать. Ну, а чем жить, как говорится еще? Да, ну, потому что, мне кажется, те люди, которые этот мир поддерживают, именно целенаправленно, которые достаточно так яро выступают, и говорят, смотрите, какое счастье, что там у нас по соцопросам народ поддерживает Сталина. Я считаю, им, наоборот, нужно безумно опасаться, поскольку, мне кажется, что люди поддерживают Сталина не потому, что им нравится эта историческая личность, а именно потому, что они воспринимают именно Сталина как такую безысходность. То есть уровень несправедливости находится на таком пределе, что они хотят, чтобы пришел кто-нибудь, который просто смел все, поскольку у Сталина же есть такой облик, такой, что сейчас скажем, имидж, такой, что он карал всех независимости. Конечно, терминатор даже. Да, независимости от своей близости. То есть мы помним, как те, кто осуществлял репрессии, потом сами попадали в эти журнала. То есть это, по-моему, да... А потом попадали в журнала те, кто осуществлял репрессии над теми, кто осуществлял репрессии и так далее. И это была бесконечная мясорубка. И поэтому люди хотят, чтобы пришел кто-нибудь, кто перестал использовать это избирательное правосудие. Ну, конечно. И досталось всем. То есть это примерно такой вот какой-то яркий пример. Из книги Салженицына в круге первом, где сидит заключенный, и у него идет диалог. Он говорит, что вот если сейчас будет пролетать самолет с атомной бомбой, я буду кричать, то есть бросай, бросай. Ну, потому что, в принципе, хочет, чтобы было плохо не только ему, а если раз ему плохо, то пусть всегда будет плохо вообще всем и везде. Ну, вот я совершенно с вами согласен. Сталина любят, Сталина поддерживают. И не потому, что Сталина любят, а потому, что не любят то, что происходит как раз сегодня. И власть этого, видимо, не понимает. Да, это такой самый понятный и простой ответ на то, что происходит сегодня. Саш, ну, разве вы не понимали, мы уже упомянули, Деанон еще сейчас о нем поговорим. Но разве вы не понимали, что рано или поздно вас все равно расшифруют, выяснят ваше настоящее имя и придадут его публичности? Если у власти спецслужбы, в конце концов, это единственное, что они умеют делать. Это, наверное, конечно же, какие-то там мысли были. Но дело в том, что я никогда не думал о том, что действительно, что я являюсь каким-то популярным человеком. Потому что это все было очень медленно, и цифры росли медленно. То есть это не так. Ну, к 18-му году они уже были очень сильные. Да, но это же именно поступательные. То есть если вы сегодня, у вас ноль читателей, а вы просыпаетесь утром, и у вас там 100 тысяч, то в этот момент вы думаете, вау. То есть вы разгадаетесь медленно и не замечаете, как снег спидометра уже. Да, вау. А когда у вас там, словно говоря, каждый день прибавляется там по 5, по 10, по 50, словно говоря, человек, то вы просто это воспринимаете как данность, и только по факту уже, когда там что-то случается, вы такой, ох, ничего себе, а оказывается, действительно, так вот получилось. То есть вот это примерно такая же история. А почему вам так была важна анонимность? Из осторожности или из каких-то соображений, что вот такая вот анонимная какая-то загадочная маска есть нечто более такое обобщающее, может быть, внушительное? Нет, во-первых, конечно, это ряд причин. Первая причина была в том, что какой-то момент, это в середине этой истории у нас просто как с ЭП сорвались, всевозможные уголовные дела, залайки, там, репосты какие-то вообще безобидные, картинки и прочее такое безумие. Это первый аспект для такой безопасности. А второй момент, я просто не хотел никакой публичности, поскольку не видел себя никак в публичном поле, у меня не было никаких политических амбиций. Я думал, что, в принципе, то, чего есть, мне это вполне достаточно, и больше я никак не хотел в этом плане развиваться. Какое объяснение того, что, если я не ошибаюсь, де-анонимизировал вас первый РБХ? Первый. Совершенно, так сказать, не провластное, не официозное, не доносительское средство массовой информации. Просто красного словца или все-таки какой-то был злой умысел? Ну, как мы знаем из комментария главного редактора РБК на тот момент, он сказал, что они занялись этой историей, потому что им показалось, что я пишу слишком грустные посты, и я деморализую. То есть их и нагоняю... Ох, я этого комментария пропустил. И гоняю в депрессию, да, это... Ох ты, да, и однако. То есть им показалось, что я слишком грустный, они все, ребята, позитивные, и хотят какого-то веселья и угара. То есть это было такое объяснение главного редактора. Я не знаю, зачем они это сделали, может быть, ради какого-то трафика. Ну, да. Вот еще какие-то у них были цели. Профессиональный фан. Я не знаю, да. Потому что, поскольку те, еще какие-то другие объяснения, которые они давали, ну, они просто не выдерживают никакой критики, поскольку им задавали на тот момент вопрос, зачем вы это сделали. Они говорили, ну, помимо того, позиция главного редактора, журналист отвечал, что они хотели знать, кто стоит за одним из самых популярных аккаунтов, то есть это важно. То есть они предполагали, что за ним стоит там некая группа людей, например. Да, ну и тогда логично вопрос, если вы провели расследование, вы выяснили, что никакой группы людей не стоит, что там нет никаких интересов, а есть просто частный человек. То есть тогда зачем... Раз это провели, вы поняли, что ваши предположения оказались неправдимы. Что там нет никакого политического заговора, тайного общества. Да, и тогда какой смысл просто всю личную информацию из частного лица публиковать, то есть какой цель, что от этого получило, в принципе, общество. Вот какой запрос они удовлетворили этим обществом. Враженное любопытство, чистое. Ну, исключительно, да, и для того, чтобы как-то, наверное, увеличить себе цитируемость и читаемость. Ну, вот я и говорю, ради Красного Ставца не пожалели родного отца. Для вас это было ударом, судя по тому, что вы сами уже вышли из тени и признали, что Сталин ГУЛАГ – это вы, Александр Горбунов, почти год спустя, да? Ну, только после прихода полиции. Да, 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 после того, как начались неприятности у родных. Ну, конечно, да, для меня это было очень неожиданно, да, это была такая неожиданная история, которая, я, конечно, к ней не был готов. Не был готов. Да. Но сейчас уже как-то все это перемололось и стало на поле. Ну, я говорю, да, о том, что я, в принципе, привык воспринимать все происходящее, как данность, и жить в тех условиях, которые у меня есть. То есть, если я буду все время думать о том, как и почему так получилось, и ждать каких-то идеальных событий, то они у меня никогда не произойдут. Нужно жить с тем, что есть. Да. И поэтому после того, когда я дал интервью BBC, да, после прихода тогда парень, поскольку это был, ну, на тот момент, насколько я понимаю, наверное, единственный способ в нашей стране, хоть и призрачный, конечно, призрачный, он не дает никаких гарантий, но то, что это какая-то публичность, да, максимально. И после того, когда, после вообще Дианона, после того, когда появились там информации, тогда же были и сюжеты, и на канале Россия 24, там, и везде, да, то есть после этого уже сохранить анонимность все равно не получится, поскольку после этого ты и так уже становишься известным, и поэтому уже нужно жить вот уже в новой публичной реальности. Да, и, как говорится, нет хода без добра, и, опять же, как сказал классик, пожар способствовал ей много украшения, вы вышли в полз публичности, катаетесь с Навальным и прочими знаменитствами. Да, насчет того, чем вся эта публичность обернется, говорить очень-очень рано, поскольку, как известно, в России нужно жить долго, и чем все закончится, подойдет итог, я считаю, преждевременно. Да, я понимаю. Тем не менее, это все-таки какая-то вот и ваш YouTube-канал, и вот это вот замечательное, я не знаю, как это назвать, шоу? Шоу. Шоу. Абсолютно, очень-очень здорово, буквально с первого, я не знаю, может, у вас были какие-то пилоты? Нет, не было. С первого выпуска это сделано совершенно, я считаю, блестящее, по всем параметрам, прежде всего, вы в этом качестве, и ваш гость, контакт между ними, и то, как это все снято, это совершенно просто, я считаю, шикарная работа. Так это все-таки такая вынужденная стратегия или уже продуманная и имеющая некую перспективу? Нет, это уже логическое продолжение. Это логическое продолжение, это вот как, если так можно произвести, другая налога, как я вам привел, из покера в трейдинг, а здесь уже из телеграммы, из публицистики, в тот момент, когда ты уже становишься, когда уже меня так и так начали узнавать люди на улице и подходить, фотографироваться, уже понятное дело, что ты никак не можешь оставаться в тени, и это уже как такой закономерный переход к другому, поэтому приход на ютуб. Вы упомянули, коротко так, реакцию людей на ваш данон, и, насколько я понимаю, она для вас была такая очень, зарядившая вас позитивом каким-то, да? Да, безусловно, мне было очень приятно, поскольку писали огромное количество людей и со всей России, и со всего мира, наши соотечественники, которые, мне кажется, читали и в Германии, и там в Литве, ну, вообще везде, где только можно, даже в Бразилии, в Аргентине, там, да. Что предлагали? Материальную помощь? Предлагали все, что угодно. Все по-годно. Да, кто-то предлагал пожить у него на даче, там, пока, да, вот с этой стороны что-то предлагал материальную помощь, кто-то просто, там, говорил, что ты молодец, и, в принципе, мы с тобой, то есть в целом, это... И этого было много-много? Это было очень много, да, и это было очень приятно. Грандиозно. Что-то явительно, не все потеряно, как говорится. Нет, абсолютно не все потеряно. Как замечательно. А как ваши родители отреагировали на ваш деанон, потому что, насколько я понимаю, они только тогда и узнали, что Сталин ГУЛАГ, то есть они узнали до этого, но вообще вот, как родители отреагировали, узнав, что вы Сталин ГУЛАГ, что вы публицист такой вообще, крутой и все такое прочее. что мама знала, что я, когда-то, а все-таки мама знала. То есть она не знала конкретно, что я там пишу, а она просто... А что вы что-то подписываете? Да, я просто, да, я просто, что там, ну, что-то пишу конкретно. И по этому плану она меня не читала, она только вот мне, смотрит меня сейчас, а не только на Ютубе. Вместо того, как реагировать на ненормативную лексику, которую вы употребляете? Ну, конечно, делать меня сейчас замечательно. Серьезно, да? Я очень извиняюсь за перспективу. Я спросил, потому что это всегда такой особенный момент, да? Вдруг мама слышит, как сын матом ругается. Это, конечно, неприятно, но это то никуда не деться в нашей стране. Я считаю, что важно именно говорить честно и как есть. То есть у нас огромное количество проблем в стране, потому что у нас принято придумать какие-то замены, эфемизмы, обходить острые углы. А надо говорить именно как есть, и пусть это не всегда приятно, пусть это не всегда литературно. цензурно, но это важный момент. А вообще, раз уж мы упомянули родителей, я не могу не спросить, а какова вообще роль, значение родителей в вашей жизни? Ну, конечно же, колоссальная. Родители оказали на меня большое влияние. У вас братья и сестры есть, я не знаю? Да, да. Есть же, да? Да, два старших братья. Вы любимчик? Ну, трудно сказать. Знаете, в моем понимании родители вообще в целом верятся такие два типа. То есть первый тип, который читает нотации, рассказывает, как нужно жить и вообще всячески там получают детей. А второй тип, это родители, которые просто живут и показывают все на своем личном примере, без каких-то там долгих реакций и наставлений. Да, вот мне повезло в том плане, что тут у меня родители вот именно так второго плана. И потом, насколько я это сейчас понимаю, огромное значение оказалось тот факт, что они всегда мне давали право выбора. То есть у меня всегда был выбор, это я сейчас понимаю, даже абсолютно в каких-то мелких и бытовых вопросах и это оказывается очень важно, потому что когда ты с самого-самого детства привыкаешь к тому, что от твоего решения что-то зависит, то есть твое решение что-то меняет, даже в каких-то мелочах, то это потом в будущем очень сильно помогает, поскольку ты уже привык к тому, что ты можешь на что-то влиять. Ничего не значат банальные примеры из жизни и они потом именно аукаются в что-то больше. Вы привели такой два типа родителей, я вспомню, как у Лескова какой-то персонаж разделяет, что вот есть отец и мать, которые действительно отец и мать, есть родители, то есть родили и бросили. Так что тут у каждого свои подходы и понимание. После, да, оно на все истории, подписчиков резко прибавилось? какая была, какой был тренд? Да, подписчиков увеличилось, подписчиков в Телеграме составил. Но я знаю, что на трейдерских ваших делах это не очень хорошо сказалось, потому что у вас была идея создать фонд и это как-то в создавшихся условиях стало невозможным. Да, но сейчас можно, конечно, обсуждать, но вот именно когда у меня были в тот момент переговоры, именно когда вышло и стало все известно от РБК, тогда, конечно, те конкретные люди, они как-то их это насторожило. Ну, поскольку, как вы сами заметили раньше, что наш в целом бизнес в стране, он очень любит находиться далеки от политики, в том плане, если он никак не аффилирован с властью. Да, он понимает, что это... Тени в свет, перелетать никогда не торопится. Да, поэтому это, конечно же, не очень было в тот момент к месту. Скажите, Медагогич, а что вас связывает с Навальным? Почему я спрашиваю? Потому что я еще несколько лет назад, не помню, где он высказался, но вы были еще анонимом, он вас назвал лучшим политическим колумнистом страны, а вы, в свою очередь, вот одним из первых его пригласили в этот ваш замечательный воеж. Да, в том плане, что я с Навальным не был очень знаком, и даже никогда мы с ним не общались, то есть до момента, когда мы познакомились только на кануне съемок, ну, до нескольких съемок, когда я ему написал и предложил стесняться в моей программе. Раньше у нас не было взаимоотношений, если вы имеете в виду. Ну, конечно, я следил за его деятельностью, поскольку он самый яркий политик в нашей стране уже уже долгое время, который... Некоторые, конечно, вообще единственный политик. один из двух. Один, да, и, безусловно, самый яркий, он очень делает смелые и такие вещи, за что, соответственно, находится всегда под прессингом государства. Опять же, обращаясь к этому вашему шоу, вот такой выбор фигур, по какому принципу он был сделан? Значит, Артемий Лебедев, Навальный, такие две в известном смысле противоположности, потому что Артемий Лебедев человек лояльной власти, человек, занятый прежде всего своим делом и его процветанием. Навальный, мы уже сказали, кто такой, враг государства. Номер один, Илья Варламов, человек очень интересный, очень талантливый, но с такой тоже в глазах многих, на мой взгляд, неоправданно, правда, противоречивой какой-то политической репутацией. Вот это играло какую-то роль в выборе этих людей? Ну, это, наверное, даже и интересно показать так, что, вне зависимости от политических взглядов, каких-то мнений, что человек, когда попадает в новинное кресло, он абсолютно никак не может передвигаться по городу. Там, независимо того, поддерживает он Путина или катекун, то если что-то, если что-то, если что-то, случайно, случайно это произойдет неприятно человеком, он банально просто поломает ногу, даже, без каких-то серьезных последствий, он вынужден будет два-три месяца передвигаться в кресле, то он этого сделать не сможет. Тем самым, это должно быть интересно показать, что, даже, какие-то ваши предпочтения, они никак не помогают и не спасают. Все понятно. Но, раз же мы затронули эту тему, но все-таки в городе что-то меняется, вот это у меня очень смешно в этом смысле, в Дорогомилове, там огромный этим летом был осуществлен проект по снятию, взрыванию всего и вся, снятию асфальта, мощению всего этого знаменитой плиткой, все замостили, не привезли вовремя пандусы, но им нужно было выполнить работу, поэтому они замостили, для пандусов оставили, значит, дыры такие. Теперь привезли пандусы, все взрывают, срывают, ставят пандусы. По-новой. Но, все-таки, что-то меняется в городе? Ну, нет, конечно, безусловно. В городе что-то меняется. И в силу каких соображений меняется, вот так вот скажем, потому что это же важно. Да, в городе, конечно, что-то меняется, но тут, конечно же, важно говорить всегда, когда происходят какие-то там переменные достижения, то какой ценой это было достигнуть. Потому что у нас принято считать, что цель оправдывает средства и главное победить любой ценой и не важно, мы за, как говорится, мы за победой ни за чем не постоим. Да, в том плане, что не важно, это либо какие-то сумасшедшие миллиарды, либо это человеческие жизни. И, конечно, важно понимать, что какой ценой все это меняется. И вот вы можете видеть даже на примере этого моего шоу на колесах, что в целом вроде бы пандус есть и человек, когда не садится в коляску, он думает, что это удобный пандус. Ну, вроде он как бы установлен. А в тот момент, когда он пытается сам на него заехать, он понимает, что, оказывается, нет и толку... Я вспомнил кадры, я слышал. Да, и толку никакого от этого пандуса, кроме того, кто его устанавливал, соответственно, и получил за это какие-то дивиденды, этого никакого нет. Толку с этого пандуса. То есть, этот пандус никак не... Что называется, не проработан и не продуман. Он сделан... Да, он сделан просто, потому что... Механически. Ну, он должен быть, но у нас принято иногда... Это не то, что не иногда, а всегда ради какой-то показухи, ради того, чтобы поставить галочку и сказать, да, вот у нас это есть и всё. А то, что этим невозможно пользоваться и то, что это абсолютно непригодно для использования, это, конечно же, никто не берёт во внимание. Тут этот вопрос нужно решать комплексно. Даже если вы сделали удобный пандус съезд на тротуаре, но если у вас, допустим, нет пандуса в подземный переход или в метро, то какой смысл от этого пандуса? Он абсолютно не решает никакую проблему. Это просто спуск. Ну, просто плавный какой-то спуск, который невозможно пользоваться, поскольку человек должен выйти вначале из своей квартиры, воспользоваться общественным транспортом, невозможно продвигаться пешком, мало того, что огромное расстояние, так же и погодные условия. Ну, да. А вы обратите внимание, вот вы в доме, в котором вы живёте, там установлен пандус. Если он установлен, то я уверен, скорее всего, там вот эти две рельсы, которые, и по ним абсолютно невозможно подняться. ещё крутой, он при этом довольны. Абсолютно. Он просто нужен для галочки. Отношение государства к малоподвижным категориям граждан на самом деле лишь частный, хотя и наиболее вопиющий случай отношения высоко взлетевшей части общества к тем, кто передвигается пешком по этой грешной земле. Формально для галочки сделанный пандус для инвалида-колясочника всего лишь продолжение воронок и траншей, разрытых при облагораживании городской картинки центра Москвы. Причём разрытых одновременно с обеих сторон улицы, чтобы жители надолго запомнили это благодеяние. Да, центральные улицы столицы освоены гранитом, словно набережные Москвы-реки. А в спальных районах москвичи после ливней или таяния снегов уподобляются коренным венецианцам. Стой только разницей, что наводнение в Венеции это всё же стихийное бедствие, а не примета ежегодного наступления весны. Показателен пример реконструкции филёвской линии московского метро. Первая наземная линия 60 лет трудилась в сложных погодных условиях и заслужила право на капитальный ремонт. Но, получив новейшие комфортабельные поезда, облицевавшись мрамором и обогатившись наглядной метро-навигацией, обновлённая линия так и не получила не только эскалаторов и подъёмников для людей с ограниченными возможностями, но даже элементарных пандусов. А лестницы там явно рассчитаны на ловких, быстроногих пионеров. Причём, инвалид-колясочник может вызвать группу поддержки Центра обеспечения мобильности граждан метрополитена. Для него разработаны, пусть не очень удобные и не всегда действующие подъёмники. А что делать мамочке с коляской или пожилому человеку с тяжёлой сумкой на колёсиках, если даже имеющийся пандус не предназначен для решения их проблем? В общем, перефразирую немного Пушкина, что в коляске, что пешком, а передвигаться по нашему городу как было неудобно, так оно и осталось. Все ваши посты, все ваши блоги такого сугубо критического содержания, причём практически все они носят такой характер политического обобщения. Вы не довольствуетесь критикой частностей. Вы говорите о том, что так, это потому, что всё делается вообще неправильно и власть такая. Я, может быть, усугубляю и как-то цитирую не совсем верно, но по сути, мне кажется, это именно так. И при этом вы говорите, что вы не в оппозиции к власти. Вы не в оппозиции или вы не политический оппозиционер? Нет, я просто не согласен с терминологией именно то, что вкладывается на стране в слово оппозиционность. Поскольку я считаю, что когда власть настолько монолитна, и она закрепила принятие всех решений на себя, абсолютно не дав обществу никак в ней участвовать в событиях, которые происходят в стране, соответственно, тогда она отвечает за всё, что происходит. Поскольку мы видим на стране власть таким образом, что без неё нельзя ни лавочку установить в детоковом дворе, мы ждём, когда придёт прямая линия и президент скажет, что нужно установить или какой-то трубопровод подчинить или мусор вынести. То есть она настолько всё закольцевала на себе, поэтому, конечно же, она отвечает за всё, что происходит. Поскольку у нас не те взаимоотношения власти и общества здоровые, когда можно сказать, что вот это ответственность непосредственно общества, что здесь общество делает что-то неправильное, да, а здесь есть власть, нет, потому что власть абсолютно запретила и всячески препятствовать тому, чтобы общество как-то развивалось и принимало какое-то активное участие, поэтому она, конечно же, является виновником всего происходящего. Это её такой целенаправленный выбор, и она к этому очень долго шла. Ну, вместе с тем посмотрим с другой стороны на состояние общества. Я боюсь вас неправильно процитировать, но, кажется, на днях вы разразились такой фразой, что идея власти, что мы элита, вы говно. Да. Так, а может быть, действительно мы говно? Я так поставлю вопрос? Нет. Я говорю об этом, сейчас, Саша, секундочку. Я говорю об этом, значит, глядя, как в Чили люди выходят миллионами на улицу из-за того, что повысили цену за проезд в метро, в Боливии засидевшегося президента тоже сметают, при этом не выносят его там никуда на штыках, без всякого кровопролития, а мы просто сравнения, что называется, нет. нет. Насчет Чили и Боливии я ничего не могу сказать, поскольку не погружался глубоко в процессы этой страны и вот так огульно говорить о том, что там выходят люди и они молодцы у нас не выходят. И они не молодцы. Там очень важно понимать какой-то контекст он, безусловно, там есть и причины, по которым это происходит. И тут вот так это несравнимые вещи. По поводу вашего ответа для того, чтобы сказать говно ли наш народ это не говно, нужно задать вначале вопрос о говно ли я сам. Нет, я про это ему сказал мы, я не сказал народ. Да, может быть, действительно мы говно. давайте, вот вы говно, вы как себя считаете. я не считаю себя говном, допустим. Я тоже. И вы не считаете. И у нас огромное количество знакомых, там каких-то родственников, и они тоже все не говном. А кто тогда получается говном? Никто. Соответственно, это все выдумано. По поводу той фразы это не они элита, а мы говном, это не мы себе считаем говном, а они нас считают. Да, 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 это я понимаю. Да, поскольку своим показным и своим говорим какая-то о том но может быть мы своим поведением тоже даем ему им основания. Так считается. Нет, я считаю, что... Все время голову склоня, что называется. Ну, вы знаете, давайте говорить честно, что голову не склоня, а голову очень сильно насильственно нагибают. то есть, да, это важно понимать, что наше общество находится под уже долгие-долгие можно сказать столетия под жестким государственным прессом и важно отдать должное то, что у нас действительно сильное государство и его силовой ресурс он несопоставим. Мне так кажется, это надо в эту тему углубиться с тем же военным потенциалом, например, Чили, условно говоря, да, и поэтому способов контроля и давления на общество у российского государства значительно больше и оно этим пользуется и оно этим пытается управлять. И несмотря на это, я считаю, что наше общество очень сильно этому противостоит во-первых, даже, скажем так, в моральном плане. То есть, у нас были такие исторические события, когда мы могли бы в принципе как бы это грубо не звучало, оскотиниться и превратиться вообще в каких-то первоборудия, обычных форм общества. Но этого не произошло. Мы сохранили... Это очень хорошо, да, потому что мы сохранили лицо, то есть, именно в целом, и какой-то морально-нравственный облик в целом о людях. И поэтому все не так плохо именно среди людей и огромное количество очень умных, порядочных и достойных людей. Это вот как раз таки очень любит этот тезис продвигать официальная пропаганда и близкие к ней люди, что вот мы такие глупые, серые и убогие, что мы не способны сами ни на что, поэтому нам нужен кто-то, кто будет вести нас в светлое будущее. пропаганда наша и власть, она называется популизмом, когда надо, они говорят это, когда надо другое, они говорят противоположное и все прочее. Тут даже вот риторику не стоит. И я считаю, что там отчасти есть, конечно же, и вина так называемой, например, интеллигенции, поскольку интеллигенция, она должна исполнять такую роль генератора смыслов для людей. Ну, а наша интеллигенция, она очень сильно закрыта и замкнута на себе. Вы имеете после советскую интеллигенцию или весь берете советскую интеллигенцию, все-таки эту роль играла? Пыталась, наверное, как-то играть. Вот мы говорим о том, что происходит сегодняшний в Новой России, да, то есть мы в Новой России видим, что если мы возьмем и почитаем какие-то усредненные посты в Фейсбуке, мы увидим, что вот именно интеллигенция, она немножко как-то отдаляется и хочет сказать, что народ это одна часть общества, а интеллигенция это другая часть общества. И она как бы тем самым больше дает пас официальной пропаганды, которая это еще больше раскручивает и говорит, что вот у нас есть такое разделение. Я считаю, что поскольку интеллигенция очень сильно была занята именно самолюбованием ну, каким-то или различением каких-то внутренних споров, нежели именно постоянным диалогом с людьми. но вы же помните не случайно то, что вы говорите о совершенно современном совете, вы же помните как в советское время называли что такое интеллигенция? Интеллигенция это некая прослойка прослойка между властями поддержащими и рабочими и крестьянами. Не класс, а именно прослойка. да, именно вот эта прослойка и она почему-то у нее все взоры устремлены вверх то есть она вверх так обобщенно скажем а вниз допустим она не смотрит если она находится посередине. Скажите мне такую вещь вы сторонник каких-то революционных перемен или не теряете надежду на такую мирную эволюцию событий реформацию существующего порядка вещей. Нет, я не могу быть сторонником революционных идей просто потому что если это нечестно если ты считаешь быть сторонником революционных идей то ты и должен сам первым идти на баррикады этим заниматься соответственно да а призывать идти куда-то где я самому этого не делать это неправильно поэтому тут опять же я говорю о том что другого в моем случае кроме какой-то эволюции нет но тут важно понимать тот факт что эволюционные процессы иногда просто невозможно мы видим исторические события когда они заходят в тупик поскольку нет никаких вообще других механизмов и революционные идеи приходят тогда когда все остальные уже способы использованы и может быть по много раз и они просто неэффективны и исторически революцию провоцирует исключительно власть а не какие-то бомбометатели или пятая колонна поэтому это конечно же безусловно это все плохо и не хотелось бы чтобы когда-то в нашей стране вновь повторилось нечто подобное потому что мы прекрасно понимаем что это опять же будет огромным ударом для всех остальных людей но тем не менее мы видим в какую сторону развиваются события да к сожалению что они развиваются по крайней мере пока не в сторону эволюционного развития за летними событиями внимательно наблюдали да безусловно конечно вот какой вывод можно из этого всего сделать то есть есть ли здесь основания для какого-то позитивного вывода и какие есть основания для негативных выводов знаете тут наверное стоит отдать должное то что то есть это нужно констатировать как факт то есть я не сторонник каких-то теорий заговоров и там условно каких-то рассуждений о войне неких башен кремля что есть башня за мир башня за войну и что там нет никаких башен есть одна единственная башня или может быть есть вторая башня но у них споры исключительно а вот бить людей цепями или бить дубинками вот примерно такой аспект а никто там не думает о том давайте там все сделаем построим полноценную демократию а другие такие говорят нет мы будем строить тиранию то есть нет это конечно все чуши и бред а то вот эти все московские головные дела которые летние были они продолжаются поскольку мы видим что они отголоски у них находятся сейчас сегодня демократию и это вопрос именно это ситуация когда вы знаете есть вот силовый аппарат он создан и ему нужно питаться ему нужно есть он ест только он питается уголовными делами и поэтому любую возможность когда он может вырвать от добычи он этим пользуется и начинает их штамповать новый терминатор он начинает их штамповать выпускать и вот это вот такой бесконечный процесс то есть мы даже видели с делом Голунова когда Голунова задержали его обвинили что даже очень многие журналисты которых принято считать провластными они даже встали на защиту Голунова то есть мне кажется в какой-то момент даже и они испугались что вы думаете что это был их искренний личный порыв мне кажется это исключительно был такой шкурный личный мотив поскольку они просто испугались что вот эта машина которая штампует уголовные дела она просто выходит из-под контроля и по факту условному товарищу майору ему все равно кого сажать то есть ему бывшего ему главное чтобы был материал для посадки да бывшего губернатора действующего министра оппозиционера активиста журналиста провластного журналиста непровластного поскольку как говорится на скаме подсудимых и в его протоколе все равны ему лишь бы был сам процесс и мне кажется это вот именно развивается в таком русле что может этот тренд на ваш взгляд как-то переломить переменить либо переломить либо переменить сопротивление общества или что ну это опять же если мы говорим о собственном противлении а как можно сопротивляться в ситуации когда мы видим что человек абсолютно невиновен что человек не сделает что предусудительное при этом получает уголовное наказание никак никак или человек мы знаем мы видим что человек невиновен все говорят что он невиновен но при этом ему дают условно наказание и все воспринимают это как победу гражданского общества то есть человек по факту обвинен он получил уголовное он получил судимость при том что сказали что есть видео доказательства того что ничего он не видел и как всему этому можно противостоять то есть это никак нельзя говорить нигде что тогда вывод пессимистический как показывает история что ну рано или поздно все вот такие конструкции они сами они сжирают сами себя и они все рушатся они не могут существовать постоянно поскольку мы видим особенно видим вот это какое-то безумное количество арестов всяких полковников и генералов которые находят немыслимые объемы денег целыми тоннами вывозят их и вы же понимаете что это только те деньги которые удается найти а сколько там этих денег которые еще не найдены или или найдены надо кем и перевезены куда надо а это просто для того чтобы показать что происходит опять же вот эти замечательные расследования Навального мы себя ловим на том что мы читаем уже их как бестселлеры абсолютно вот вы знаете что допустим если он чиновник то он миллиардер это нормальная практика это никого не удивляет да это как данность что у человека и что все дети его встроены во все должность он должен быть очень и очень богатым человеком то есть тот факт даже если Навальный придет расследование и скажет что вот какой-то чиновник у него ничего нет вот это больше вызывает резонанса ничего себе побьет просто все цифры все рекорды просмотров и конечно же власть воспринимает ну да они богаты но они же не какие-то лохи что должны жить на какую-то зарплату они же все-таки уважаемые вот опять же к вопросу об обществе к вопросу о народе народ это считает само собой разумеющимся что если человек во власти то а у народа нет механизма влиять на них что может сделать в этом плане народ то есть народ должен только выйти что называется и уходить ну а это уже соответственно это уже чревато то есть в общем на сегодняшний вы говорите что действительно все и мы помним по истории России как эта стена оказывалась в результате соломиной и падала буквально в несколько дней или в несколько недель на сегодняшний день ситуация несколько так и попахивает безвыходностью на каком-то временном прям жуткий я думаю да а может быть даже будет еще и хуже скорее всего будет хуже но вы же просто по вашей жизни вы должны быть оптимистом правда ли нет я безусловно оптимист но нет я уже отрываюсь это мне не мешает быть реалистом да я понимаю и вы знаете я вот не не сторонник там что-то делить на хорошее или на плохое я просто воспринимаю все как есть допустим мы сейчас выйдем с вами на улицу и там будет дождь мы конечно можем сетовать на то как плохо когда идет дождь но этот дождь не прекратится у нас есть только два выхода либо взять зонт либо где-то переждать пока он закончится то есть просто нужно пытаться выжить и при этом сохранить человеческое авиационное это будет важным ну кому-то на это плевать и в принципе им не стоит даже об этом думать я вам задам вопрос на который вы наверняка ответите нет но как бы вместе с тем выслушаете его аргументацию до конца вы видите перед собой такое политическое будущее и я скажу почему я так ставлю вопрос ведь ваш пример имеет колоссальное значение для миллионов людей находящихся вот в аналогичной ситуации ограниченных в своих физических возможностях ваш пример человека столько преодолевшего и добившегося в жизни некоего стабильного нормального в бытовом смысле в смысле творческой реализации положения положения это пример действительно очень важный для людей людей с ограниченными возможностями физическими которые в России действительно мы начали с этого наш разговор что не нужно даже так сказать аргументировать то утверждение что для них жизнь по большей части это вообще ежедневный ад но вы понимаете невозможно заниматься тем чего нет в нашей стране нет политики публичной открытие политики у нас есть только два выхода первый выход есть два выбора первый выбор вы вступаете в какой-то условный ЛДПР Единой России неважно как это будет называться и при этом вы будете исполнять роль какой-то там пудеря на выставке их вас будут приводить на какое-то там совещание и вы будете говорить вот вы знаете ребят если мы говорим конкретно про мою ситуацию как классно что Сергей Семенович поставил пандус где-то в Биберево давайте ему за это похлопаем например это вот в принципе ограничится все этим и второй путь это выход на несанкционированные акции протеста где тебя никогда естественно никуда не зарегистрируют ну как мы видим это на примере Навального Яшина Собот список можно продолжать и это вот такая бесконечная уличная политика которая в принципе к сожалению мы видим никуда не приводит поэтому у нас нет политики и ей не нужно заниматься ну а когда дай бог дожить прекрасной России будущего тогда ну а из чего она возьмется прекрасной России будущего если вы не видите перспективу той же уличной политики нет я имею ввиду в ней нет политики в ней нет перспектив сегодня то есть по факту мы видим что нету никаких правовых механизмов правовых механизмов полностью отсутствует чтобы как-то в этой политике участвовать а неправовые методы мы соответственно не обсуждаем понятно я задам еще один вам такой может быть он будет слишком такой может бестаптный вопрос если вы его таковым сочтете то он не останется в финальном варианте вы действительно не ищете способов излечения своего заболевания нет никак не ищу но ведь наука постоянно что-то движется вперед предлагает что-то новое поскольку я считаю это на самом деле бессмысленное занятие в плане того что пытаться убежать от смерти поскольку знаете если вы сегодня пообедаете как бы плотно вы не пообедали вам завтра снова захочется есть и если вы сегодня поспите завтра вы опять захотите спать и если вы прожили 30 лет или вы прожили 120 лет вам что на то есть в первом годе жизни что на 121 вам так же будет хотеть жить поэтому это процесс как бы немножко глупый это в теме того что пытаться наесться впрок на неделю вперед это невозможно поэтому я считаю что нужно просто принять тот факт что все рано или поздно заканчивается и как известного Булгакова прекрасно то что люди смертные неожиданно и внезапно и внезапно поэтому в этом как говорится нет нужды пытаться от нее убежать она все равно настигнет и это хорошо я вам скажу потому что настигнет она всех настигнет абсолютно всех и действительно в какой бы момент она ни настигла вместе с тем древние говорили что не надо бояться смерти потому что вы все равно ее никогда не увидите лицо и это будет ответом на вопросы о политических перспективах нашей страны то есть поэтому возможно она тоже безусловно повлияет на какие-то процессы я вас понимаю у меня еще один такой тоже вопрос может быть он на какой-то грани скажите мне вот физические страдания такие ежедневные являющиеся данностью жизни они пробуждаются в нем самом состраданиях другим или наоборот делают его более жестким жестоким тут нет единого ответа на этот вопрос в так сказать говоря вот касаясь то о чем я кстати говорю то что в частности не только в России в мире в целом у нас просто это как-то больше утрировано что у нас инвалиды они подвергаются такой помимо проблем в социальном плане объективных и у нас еще проблемы именно в обществе стигматизации то есть общество наделяет инвалидов определенными набором морально-нравственных качеств каким должен обладать инвалид кстати говоря по поводу когда у меня все за ДНО мне писали достаточно много людей как ты можешь материться ведь ты на коляске то есть потому что инвалиды не должны материться они должны быть всегда добрыми хорошими в хорошем расположении духа и настроения я думаю что непосредственно там какая-то особенность физическая в какой-то степени влияет на характер личности человека но все-таки у каждого он свой и уровень эмпатии у каждого тоже он может быть разный не в зависимости от того в какой ситуации он находится мы видим даже возьмем там какие-то книги примеры жизни что люди которые находятся в ужасных условиях они проявляют порой какую-то эмпатию пытаются кому-то помочь а с другой стороны мы видим людей которые живут прекрасно не испытывают никаких страданий но при этом ведут себя как сволочи и при этом примеры последнего рода что называется сплошь и рядом к сожалению поэтому я думаю тут нет какой-то конкретной взаимосвязи между тем что человек проявляет страдания с тем что он находится на коляске или не видит или не слышит или с тем что он абсолютно в этом плане здоров и тогда последний вопрос все-таки на западе жизнь человека с ограниченными физическими возможностями обставлена обустроена по-другому чем в России вы не думали никогда о том что ну то яхте там жить гораздо более и отношения вот этого самое и нет этой самой стигматизации отношения общества совершенно другое как бы стигматизация мне кажется тоже присутствует ну присутствует но она в другом аспекте да нет я никогда вот в таком серьезном ключе по крайней мере пока я не думал о переезде потому что я вряд ли я думаю смогу жить долгое время не в России поскольку я русский человек я родился в России тут родились мои все предки похоронены я понимаю что это все сейчас такие слова они стали очень заезженными кришированными и так далее ну это смотришь в чьих устах ваших нет да их очень сильно опошлили да но несмотря на все переживания мне нравится Россия и я хочу в ней жить замечательно и мне кажется что фактор вашей жизни в России и пример вашей жизни как вы ее выстроили это я еще раз повторяю это очень такой позитивный очень воодушевляющий пример для очень и очень многих людей не случайно столько вы получили хорошего после своего дэнона абсолютно закономерность спасибо вам большое спасибо замечательно в эфире свободы радио которое не только слышно но и видно и на телеканале настоящее время вы смотрели и слушали новый выпуск программы культ личности его героем был Александр Горбунов поговорили о том куда все катится как говорит один классик благосферы да Саш ваше поражение есть такое есть такое есть спасибо еще раз спасибо с вами был Леонид Велихов всего вам доброго встретимся на том же месте в тот же час через неделю спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok